Итак, о истории Российской Федерации И вообще о том, как Российская Федерация стала таковой называться и так далее И нужно понимать, что Российская Империя стала называться Российской Империей В тех условиях, в которых Петр Первый обратился к западным, в общем-то, историкам, к западным разнообразным политикам Как сейчас их назвали бы политтехнологам С единственной просьбой помочь ему утвердить и укрепить свою власть Это не является секретом История о Великом Посольстве, о пребывании Петра Первого в Голландии и не только О том, как даже флаг Российского флота позднее и то, что стало известно как флаг Российской Федерации Триколор вот этот был заимствован именно там Это не является секретом Причем про нас они иногда говорят, что наш флаг похож на часть шведского флага Ну, допустим Однако наш флаг, таким, каким он у нас есть Прослеживается на нашей территории В нашей истории Прослеживается во времена казачества Он есть на картине Репина Там присутствуют и желто-блокытный, и черно-красные версии нашей Геральдики Наш флаг прослеживается В частности, желто-блокытный Во времена Грюнвальдской битвы Когда именно представители западного средоточия Руси Собирались под стягами с изображением золотого льва на синем фоне В общем-то, желто-синие мотивы присутствуют во времена еще Руси В изображении Тризуба Соответственно, в Геральдике, князей Киевской Руси Можно пойти дальше в изучении Геральдики и символики Даже в скифских, сарматских времен И так или иначе, и там проследить Или предшествующие формы, или даже аналогичные Также проследить желто-синие цвета Это сложнее, поскольку В общем-то, времена достаточно от нас минувшие И источников не то, чтобы и много осталось А как бы даже те, которые есть Некоторые, не все из них общепринятые Поэтому тут все сложно И вопрос в том, что По крайней мере, мы можем прослеживать Историю нашей Геральдики Ну ладно, до Грюнвальдской битвы Дальше не стану А вот Геральдика с изображением Золотого льва на синем фоне Который карабкается на скалу В общем-то, это то, что зафиксировано Во многих источниках То, что как-либо опровергнуть Уже попросту не удастся Что же касается московитов Касательно их Геральдики По сообщениям или самих московитов Или тех западных людей Которые там побывали У них в качестве Геральдики Использовалось и Красное Знамя Но если говорить о Красном Знамени То в древности это вообще было Знамя Войны Знамя Войны, которое использовалось У разных славян Типа, собираемся на войну проливать кровь Поэтому то, что у россиян было Красное Знамя Это такое себе Это тоже не что-то их отличающее Это то, что туда принесла Киевская Русь Дальше, судя по их разнообразным изображениям У них были флаги с изображением икон То есть, если бы нынешняя Московия Попыталась как-либо возрождать Соответственно Геральдику Времен Дмитрия Донского Или что-нибудь в таком духе То им пришлось бы возродить свой флаг В виде большого полотнища С буквально изображением иконы Там не было в те времена Ни двухглавых орлов Ни одноглавых Ни трехглавых Никаких-либо других Не было наших тризубов Наших львов Наших каких-то двухглавых В частности, орлов А двухглавые орлы Они существуют у нас Как в Черниговской Так и в Перемышельской Так и еще в некоторых вариантах Ну такой Местной именно Геральдики Украины Эти орлы у нас присутствуют Эти орлы особо с Московией не связаны И появились у нас намного раньше Чем у них появился их двухглавый орел Вообще и Тверь И Псков Раньше уже Так или иначе По крайней мере Экспериментировал С использованием Символики в виде Двуглавого орла Задолго до того Как этот символ Себе в качестве основного Взяла Московию Не исключено Что в общем-то Происхождение Тех двухглавых орлов С которыми Экспериментировала Тверь И Псков Они были западноевропейскими Возможно под влиянием Ордена Ливонского Или Ордена Меченосцев Возможно еще под каким-то влиянием Что касается нас У нас это связи с Византией Конечно же И не только У нас это связи с Византией Плюс автохтонные Разнообразные мотивы Что касается Московии У них вероятнее всего Золотой Точнее орел Обычный орел От Золотой Орды Вероятнее всего Но так или иначе Тоже это следует изучать Скорее всего Что они видели На самом деле Что и у болгар А через христианство Это передавалось У болгар В тот момент И была концепция Третьего Рима И много чего другого Они видели Использование Двухглавого орла И на Балканах И в так называемой Священной Римской империи Германской нации И в общем-то Византийцами И все это Могло как раз сложиться Особенно Включи их подданство Золотой Орде Как То что они принимают себе С одной стороны То что нравится И Золотой Орде А с другой стороны И То с помощью чего Они типа что-то еще свое Этим говорят Там для себя Для своей какой-то Внутренней аудитории Или Если они имели тогда Какие-то Амбиции Какие-то надежды Вернуться В общем-то К общению с Европой А не к Состоянию всего лишь Улуса По отношению К Золотой Орде Но так или иначе Вот Орел у них Прослеживается Чуть раньше Чем Соответственно Нынешний Триколор У них была еще Одна попытка Установить Другой Триколор Который состоял Из белого Желтого И черного Цветов Но это вообще Тоже им Через династию Перешло Через немцев Которые Ими правили И Тоже получается К населению К истории Того что считается Ядром Российской Федерации Или того что Вообще является Российской Федерацией Ни Ни к Карелии Ни к Чукотке Ни к Чечне Ни к Удмуртии Это никакого Отношения Не имеет Это было Навязано Этим странам Наплевав На их В общем-то Самобытность На их Какую-то Собственную Геральдику И так далее И так Из истории Петр Первый Обратился К западным Политтехнологам Для того Чтобы они Ему подсказали Касательно Того Как укрепить Свою власть Понятно Что ранее Видимо Елена Глинская Иван Грозный У них Была Своя Концепция Достаточно Интересная В чем-то Концепция Но на момент Петра Первого Видимо Уже Какого-то Детального Описания Данной Концепции Не сохранилось Да и Петр Первый Ознакомившись Со всем Что касается Рюриковичей Решил Не претендовать На Какой-либо Статус Родственника Рюриковичей Или что-то В таком духе Больше того Для того Чтобы Если он верил В родовое Проклятие То для того Чтобы Его не постигло Родовое Проклятие А если он Не верил То по крайней Мере Мог Считать Что рано Или поздно К нему Могут Предъявить Претензии Какие-то Западные Государства Что он Узурпатор Что Русью Имеет право Руководить Только лишь Рюрикович Поэтому он Поставил Себе Временно Руководить Российской Московией Которая Тогда уже Почуть Переименовывалась Российскую Империю Некого Ромодановского Можете Поискать В интернете Данные Про князя Кесаря Ромодановского Интересная Вообще Формулировка Князь Кесарь Ну так вот Этот самый Князь Кесарь Был По их Воззрениям По их Может быть Каких-либо Реальных Данных А может быть И Вымыслом Был Каким-то Родственником Рюриковичем Оно-то И неудивительно Поскольку Когда Рюриковичи Правили Обширными Территориями От Черного моря До Балтийского И В общем-то От Польши До Волжской Булгарии На этих Территориях Было множество Территориальных Ответвлений Рюриковичей И Естественно От них Ответвлялись Меньшие Рода Меньшие Рода Которые Мельчали Теряли Власть Теряли Имущество Шли на службу К более Знатным Родам И так Это все В общем-то И так Это все В общем-то По-своему Разветвлялось Деградировало И Мельчало И На момент Жизни Петра Первого В действительности И Ромодановский Мог Реально быть Каким-то Потомком Рюриковичей И С другой стороны Там еще Могло быть Куча Каких-то Потомков Рюриковичей Которые Уже Попросту Вообще Не знали Что они Потомки Рюриковичей И не только Там Там Как раз В меньшей Степени На территории Украины И Литвы Как раз В большей Степени Поскольку У нас Как раз В общем-то Было Ядро Этих Самых Рюриковичей И Самые Привлекательные Для правления Земли И В общем-то Все самое Интересное Все самое Обширное А вот Как раз Территории Залесия Были Для Рюриковичей Самыми Непривлекательными Даже Тьму Таракань Была Более Привлекательной А земли Новгорода Попросту Были Весьма Своенравны Поэтому Иногда Рюриковичи Приходили Наводить Там Порядок Иногда Оставляли Уже В поздние Времена Новгородцев Предоставленных Самим Себе Ну и Поэтому Многие Очень Так Радуются Что в Новгороде Была Республика Народа Правия И Все Такое Ну Радуйтесь Однако Там По факту Всем Заправлял Архиепископ И Совет Самых Богатых Торговцев Этого Города Поэтому В общем-то Это Олигархат С Инкорпорированным В его Внутренность Орденом По сути дела Ничуть Не хуже Чем Какой-нибудь Тевтонский Или Ливонский Единственное Что Тевтонские Или Ливонские Ордена Они Приходили На чуждую Им землю И захватывали Эту землю А Новгородский Как бы Орден Был Инкорпорирован И вырос И рекрутировал Свой состав Людей Именно Из В принципе Жителей Новгородского Княжества Новгородской Республики В дальнейшем И Как бы Был Местным Для тех Земель И Как бы Был Восточного Христианского Исповедания И Как бы Был Все-таки В неком Симбиозе С домами Олигархов А не Что-то Такое Более Самобытное Как это Были Те Ордена Которые Поселились На Балтике Но Все равно Этот Орден С такой Жестокостью В общем То Крестил Окружающие Народы И С такой Жестокостью По сути Дело Функционировал А в Случае Чего Ему Могли Помогать Те Или Иные Из Тогдашнего Совета Трехсот Золотых Поясов Как они Назывались Которые Управляли Новгородом Ну Новгород Это Тоже Очень Отдельная История Очень Весьма Своеобразная А вот Что касается Петра Пошел он Значит В Европу Искать Политтехнологов Приходят Политтехнологи В Московию Приходят Офигевают Понимают Что Им Работать Будет Весьма Сложно Весьма Ужасно И Задаются Сразу Перед ним Вопросом А что У вас Здесь Древнее Было Ну Что Петр Может Им Сказать Ёлки Медведи Жабы Болота Холод Водка Христианство Народные суеверия И народное по сути Язычество В самом примитивном смысле Этого слова Вот так и живем Чешут Они голову Снимают Вставший Дыбом Парик Одевают И говорят Ну хорошо Петрушенька Ты владеешь Обширными Территориями Ты От речи Посполитой Куски Отхапал И там В Азии У тебя Владение Мы знаем Что на этих территориях Как бы И Русь Была И Сармати И Скифия И Хазария Давай что-то думать Петрушенька Такой О Так это Грозный Считал Что Он Рюрикович И что В общем-то Московия Это тоже Какая-то там Русь Слушайте А давайте Вы Создадите Идею Что мы Это Типа Русь Политтехнологи Смотрят И такие Ну в общем-то Самое Позднее Из чего-то Нормального Что на этих Территориях Было Это в общем-то Русь Ну если не считать Золотой Орды От Золотой Орды Петр решил Себя не возводить Хоть У него бы Это неплохо Получилось Как раз Тогда И в Европе Плохо знали Историю Чингизидов И в общем-то Никто бы даже Не спорил Что Московия Это некая Наследница Одного Из Одной из Ветвей Чингизидов Единственное Что Крымские ханы Тут восстали бы Но Может быть Ввиду связи С Европой Ввиду других Каких-то нюансов Петру удалось бы Как-то это дело Замять Больше того Скорее всего Что Петр Для Европы Выглядел тогда Более привлекательным Чем Собственно Татары Поскольку Татары Весьма были Своенравны Они были Вассалами Турецкой Османской Империи А вот Петр Был готов Как угодно Гнобить Собственное Население Был готов Стать Сырьевым Придатком Европейских Стран Был готов Намного Лишь бы Чтобы Москву Сделали Подобием Европейской Столицы Лишь бы Чтобы он И его Ближайшие Придворные Жили Приблизительно Так же Как жили Императоры Священной Римской Империи Германской Нации Короли Франции Англии И так Далее В общем-то Данные Желания Реализуются Не сложно И в обмен На ресурсы На дерево На много Что другое Что тогда Западные Страны Могли Вывозить Из Эрефии Ему Можно Было Устроить В общем-то Хорошую Жизнь Ему Можно Было Помочь И провозгласить Себя Там Черт пойми Кем И в общем-то Претендовать На все данные Статусы Почему бы Нет Империи Даже по-настоящему Возникают И рушатся Почему бы Не Разрешить Вот Существование Какого-то Такого Фейка Просто Для того Чтобы На этом Заработать Да И к тому же В те времена И Испания Провозгласила Себя Империей На территории Германии Параллельно Начали Развиваться Две Аж Целые Империи Это Прусская Империя И Австрийская Империя И в общем-то Уже Священность Понятия Империя На тот момент Была Потеряна Любая Европейская Страна Которая Шла И завоевывала Какие-то Территории В Америке В Африке В Азии Она могла Провозгласить Себя Империей И В этом плане Московия Захватившая Сибирь Захватившая Другие Территории Была Ничем Не хуже И не лучше Испании Ну Единственное Что конечно же С культурой Было Все похуже Но Ладно Уж Как-то Сравнить С Португалией Или теми же Нидерландами Московию Тогдашнюю В общем-то Можно было Особенно Нужно Учитывать Что После того Как Петр Первый Подавил Восстание Мазепы Получается Территория Украины Значительная Их часть Также Стала ему В большей степени Принадлежать И Несмотря на то Что Рудименты Казачьей Независимости Еще долгое Время Сохранялись Но В общем-то Петр Первый На международном Уровне Уже Выступал Как В общем-то Господин Этих Территорий А Свою Самобытность Казачьи Лидеры Могли Сохранять Только Внутри Уже Российской Империи Ну И то Относительно А Через Покорение Территорий Украины Петр Первый В большей степени Уже мог Претендовать На все Что касается Руси Чем если бы Его владения Ограничивались Всего лишь Московии И Рязанию Московии И Рязанию Допустим Аннексированным Смоленском И Вот только Этим Куском На тех территориях Тоже когда-то Была Русь Но ведь Территория Украины Это сердцевина Собственно Руси Поэтому Соответственно Захватив Эти территории У Петра Первого Было больше Оснований Считать себя Каким-либо Правоприемником Руси Снова же Не нужно Это переоценивать Не нужно Считать Что он Проникся Культурой Руси Культура Руси Даже культура Московии Были для него Весьма чужды И Познакомившись Особенно С тем Что тогда Было в Европе Для него Все что было В его стране Казалось Отвратительным Жутким Мерзким Какие-то Эти бородатые Мужики Какая-то Эта кириллица Вот это все Его от этого Тошнило Ему хотелось Сделать Из Российской Империи Что-то Более Похожее На то Что было В Англии На то Что было В общем-то Во Франции И других Западноевропейских Странах Поэтому И реформа Письменности Чтобы выкинуть Какие-то Специфические Знаки Чтобы выкинуть Саму специфичность Их написания Поэтому В общем-то И реформа Внешнего вида По крайней мере Среди элит Ну и много Других Нюансов И Политтехнологам Было дано Задание Максимально Связать Его Вот эту Вот Московию С Русью Для того Чтобы дать Чтобы дать Ему Больше Оснований Собственно К правлению К захвату Других Территорий Кроме того Он даже Покинул Москву То есть В общем-то Это лучше Вписывалось В теорию Блуждающей Такой Столицы Где он мог Сказать Что когда-то Допустим Киев Был столицей Потом Для них Более важным Стал Новгород Потом Допустим Какой-нибудь Ростов Суздаль Владимир Москва А теперь Петербург То есть Он Разными Такими Способами Отходил От образа Московии Как отсталой Именно Азиатской Страны Улуса Золотой Орды И пытался Выстроить Некое Подобие Европейской Империи У которой Есть И современный Облик И современные Какие-то Вообще Подходы К Формированию Себя Самой И всех Своих Дел Внутри Есть Современные Европейские Титулы Современные Европейские В общем-то Методы По тем или иным Вопросам Ну и Соответственно Название И соответственно Есть Глубокая Европейская История Потому что Европейцы Русь Знали Европейцы Знали Что Русь Это именно Часть Истории Европы Это Государство Которое Было Весьма Сильно Связано И с Монаршими Династиями Правителей Европы И вообще История Руси Была Связана С Историей Многих Европейских Народов Русины Во многих Местах Путешествовали Становились Учеными Оседали Так или Иначе И конечно же Европейцы Не могли Сразу же Как-то Проверять Это Русь Или это Московия Которая Выдает Себя За Русь Они Не могли Как-либо Вот так Вот Дистанционно Делать Генетический Анализ Сознания Московитов И понимать Что Вот те Русины Которые Европейцы То вообще Другое А Московиты Это совсем Другое Кроме Того Может быть И у самого Петра Было Желание По сути Дело Уничтожить Московитов И по сути Дело Сделать Из них Нечто Более Такое Прогрессивное Уничтожить Я имею ввиду Не в физическом смысле Расстрелять А имею ввиду Уничтожить Их идентичность Уничтожить Их историю Уничтожить То что Касается Их Вот этого Золотоордынского Наследия И выверить Их Исключительно По европейскому Наследию А для этого Никакой Золотой Орды А для этого Русь А для этого Европа И так далее Поэтому Может быть Он надеялся Что со временем Его народ Сам себя Начнет считать Русью И в общем-то Начнет вести себя Как Русь И думать Как Русь И обретет Такое же Величие Международное Признание Как когда-то Имела Русь Мы сейчас Не можем Залезть в мозги Петру Первому Ну, однако Видно Что кроме Каких-то Фейковых Преобразований Кроме Например, если Иван Грозный По сути Был лидером Азиатского Типа По сути Был таким же Как Другие Лидеры Былых Улусов Золотой Орды Европейскости У Ивана Грозного Было Весьма Немного И та Была Показной И нет Абсолютно Никаких Свидетельств Того Чтобы Иван Грозный Хотел Как-то Европеизировать Свою Страну Этих Свидетельств Вообще Нет От слова Совсем А вот Петр Первый Произвел Ряд Шагов Он и Календарь От Византийского Сделал Более Европейским Он И Ну И письменность И многое Многое Чего Да Он не решил Совводить Католичество Это тоже Понятно Почему Во-первых Потому что Если бы он Ввел Католичество У него Возникла бы Прямая Зависимость От Папы Римского Во-вторых Имея У себя Под рукой Христианскую Московскую Вот эту Структуру Которая По сути Не подчиняется Константинополю По ряду Причин И которую Он может Контролировать Петру В таком Контексте Удобно Потому что В общем-то Он может С помощью Подконтрольной Ему Христианской Церкви Делать Что ему Хочется И если В Европе Был король В той же Франции Кардинал И вот эти Все соперничества Короля и Кардинала То в Московии Которая Хоть и назвалась Российской Империей Но по факту Остается Структурно Той же Самой Московией Там Нет Какого-либо Двуевластия Патриарха И царя Даже в тех Случаях Когда это Двуевластие Было Оно было Весьма Синхронным А Петр Решил И Попросту Полностью Христианскую Церковь Подчинить Себе Он создал Синод Который Должен был Управлять Христианской Церковью Он создал В принципе Министерство Вполне себе Светское Которое Должно было Управлять Так сказать Духовными Делами Что само по себе Нонсенс Ну да ладно В его деятельности Это повторялось Достаточно часто И поэтому Понятно Что Каких-либо Намеков На Крещение В католичество Там Там и не должно Было Быть И не могло Быть Христианство Для него Как инструмент Восточное Было Намного Более Удобнее Чем Католическая Религия Но Во всех Остальных Смыслах Он хотел Связать Его Страну Именно С Европой Именно С европейскими Разными Тенденциями И для этого Русь Была Как нельзя Кстати Ну дальше Кое-что В этом плане Петр Сделал Кое-что Не сделал Дальше Эпоха Которая В российской Истории Некоторыми Называется Как Бабьий Век Когда Российской Империей Правили По сути дела Женщины Разнообразные Как-либо Связанные С Петром Хоть И непосредственно Во многих Случаях И В частности Правила Такая Деятельница Как Екатерина Урожденная Екатерина Вторая Урожденная Немка Которой Вообще Пофиг Было На историю Российской Империи И Если Ей И было Интересно Что-либо Из истории Российской Империи То Не для Того Чтобы Разобраться В этой Истории А для Того Чтобы Исключительно Себя Возвеличить И Возвысить Ее Мнение Касательно Истории Было Приблизительно Таково Если Что-то Было На Этой Территории А сейчас Этими Территориями Владею Я Значит Это В общем-то Принадлежит Мне Соответственно Таким Путем И Русь И много Чего Другого Становилась Частью Той Истории Которая Мнилась Екатериной Второй И ее Придворными Как Соответственно История Государства Российского История Государства Которым Правит Екатерина Которой Августа Фредерико Как ее По более Настоящему Варианту Зовут Ну и Позднее Российской Империей Правил Петр Ульрих И другие Всякие Деятели Которые Конечно же Для россиян Меняли Свои Имена И принимали Более Привычные Для россиянского Слуха Имена Для всех Для них Урожденных Немцев А также Даже Для тех Кто рождался На территории Собственно Московии Но Рождался От немок Рождался В культурной Среде Где Принято Было Говорить На французском На немецком И где Собственно Московицкий Или даже Российский Так называемый Язык Они знали Весьма Плохо Там Естественно Им Вдаваться В историю Московии Как Историю Андрофагов К которым Когда-то Пришла Русь Запретила Им быть Андрофагами Крестила Их Попыталась Сделать Из них В общем-то Нормальное Подданное Племя Построила Там Города Но Позднее Пришла Золотая Орда И Переформатировала Их Под себя Вот Для них Изучать Историю Московии В таком Ключе Было И неинтересно И невыгодно А вот Приписать Тебе Историю Руси Дело Совершенно Совершенно Другое Что В общем-то Они И делали Ну И дальше И дальше И дальше И при Романовых Когда уже Захватили Еще больше Территорий Украины И территорий Беларуси Починили Даже Польшу Вывезли Польские Архивы И все Это Также Прибавляло Им Всевозможные Возможности Всевозможные Мотивы Для того Чтобы Присваивать Себе Историю Руси Ну И кроме Того Уже С Петра С Екатерины Началась Вот эта Тенденция Просто Взять Ее Как-то Отвергнуть Ну И смысла Нет Ради Чего Монголия Китай Какой-то Азиатский Мир Вот это Все Евразийство Великая Тартария О чем Сейчас Грезят Московиты Что Сейчас Они Находят Вот эти Карты И говорят Вот Великая Тартария Азиатская Там Держава Все дела Вот это Все Тогда Было Неактуально Это Все Для Них Актуально Сейчас Ввиду Их Дружбы С Китаем Поэтому В рамках Дружбы С Китаем Они Соответственно С одной Стороны Могут И говорить Китаю Что Да Сейчас Он Сильная Сторона Но Когда-то Вот Они Типа Может быть Даже Построили Китайскую Стену Бойницами В сторону Китая Они Может быть Когда-то Еще Что-то Сделали И даже Если Это Не так То Все равно На высшем Уровне Они Все равно Под Китай Прогибаются Но На некоторых Уровнях Они Могут Вот Так Вот Пытаться Играть И в ту И в другую Сторону Для того Чтобы Пытаться Как-то Упроченить Свои Позиции Соответственно Во взаимоотношениях С Китаем Что они Не просто Вот Те Кто Прогибаются И все А раньше Они Типа Были Другими Раньше Они Были Великой Тартарией Которая Захватывала Китай И Китай Был Провинцией Этой Самой Великой Тартарии При том Что Вообще Вот Эта Придумка Великая Тартария Это Придумка Заслуживающая Отдельного Рассмотрения И Опровержения Но Во многом Это Фейк Который Возник Из-за Того Что Европейцы Не особо Хорошо Знали О том Что Происходит В Глубинах Азии Ну Да Ладно Тогда Китай Был Всего Лишь Второстепенной Страной Тогда Китай Терпел Поражение И от Московии И от Англии И от Других Государств И Смысла Под Него Специально Как-то Играть У Московитов Точно Не Было Смысла Как-то Искать Каких-то Путей К Взаимоотношению С Исламским Миром Тоже Вообще Ни разу Не Было Они Покорили Часть Исламских Народов Ну В общем То И Все Они Среди Этих Народов Конечно Стимулировали Переход Христианства Но По сути Оставляли им Возможность Исповедовать Ислам И Оставляли Им Некую Такую Культурную Автономию Конечно В рамках Признания Верховенства Российской Культуры Хотя Что это Никто не знает И никто не видел Такого В принципе Нету Российская Культура Как культура Руси Ну так Это Совершенно Другое Это то Что к нынешней Московии Не имеет Никакого Отношения А в Рамках Российской Империи То что Имело Отношение Исключительно К землям Украины И Беларуси Но так Или иначе Сейчас же Как бы Нет ни Народа В рамках Российской Федерации Который Называл Собственно Каким-то Русским Народом Или чем-то Таким И не Существует Как отдельной Культуры Если воспринимать Что Российскость Это То Что Является Каким-то Средним Знаменателем При Плюсовании Татара Монгола Фина Угра Какого-нибудь Московита Удмурта И всех Вот этих С Бурятом С Чеченом И так далее То Как бы То это и есть Набор всех Этих Каких-то Локальных Культур Локальных Каких-то Народных Обычай И так дальше Если же Пытаться Туда Какую-то Киевскую Русь Приплести То это Вообще Отдельная Больная Ситуация Ну да Ладно Так или Иначе Позднее Пришли В Московию Историки Да-да Те самые Историки Байеры Шлёцеры С которыми В свое Время Борол Соломоносов Все самые Историки Которые Прочитав Летописи Руси В общем-то Поняли Что Русь Была Страной Весьма Себе Хорошо Связанной С Тогдашней Европой И с кем-то В Европе Русь Воевала С кем-то В Европе Русь Дружила С кем-то Заключала Династические Браки И конечно же Русь Могла И своих Отредить На княжение Где-то В Европе И могла В случае Чего Призвать Себе Запасную Ветвь Династии Если Собственная Ветвь Династии На какой-то Момент Угасла Поэтому В общем-то Если В таком Нашем Понимании Трактовать Нормандскую Теорию То это Вовсе Не Нормандская Теория Однако Тогда Это было Понято Именно Так Кроме 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 Шведы Какие-то Что Письменности Что Государство У славян Было В предыдущие Тысячелетия И Естественно Ей было Интереснее Отсылаться К Руси Чем К Московии К Руси Которая Реально Древняя Которая Реально Международно Признанная Чем Какая-то Задрыпанная Московия Которая Улуз Золотой Орды Которая Фу-фу-фу В дальнейшем Российская Империя Распадается И Советская История А в общем-то Что советская История Многие Те Кто составили Ядро Для советских Историков Ранних Советских Историков Были теми Кто еще Был выучен При Российской Империи Теми Кто В общем-то Во многом Продолжал Те же Тенденции Которые Были Начаты При Российской Империи Условная Тенденция Западных Всевозможных Вот этих Политтехнологов Которые Привязывали Московию К Руси И говорили Что это Как бы оно И есть Тенденцию Условного Ломоносова Который Хотел Выискивать Как раз Не связи Руси А в позднейшем Московии С Европой А какие-то Автохтонные Корни Ну И дальше Ввиду Коммунистических Разных Заказов Им Приходилось В каких-то Случаях Кого-то Из правителей Демонизировать В каких-то Случаях Преувеличивать Роль Народовласти Например У Антов Ссылаясь На того же Прокопия Кесарийского И не Уточняя Что Некое Подобие Демократии У Антов Возникло Только Вследствие Того Что Германарих Готский Князь Фактически Вырезал Всю Антскую Знать И Антам На международном Уровне Пришлось Стать Вассалами Роксоланской Династии А на Внутреннем Уровне Пришлось Выработать Аналог Демократии И то На время И то Позднее Они Вылечились От этого И В общем Таким Путем Жить Но Москови Это не знали Не хотели Знать Также История Новгорода Для них Была В таком Смысле Интересная Что Типа Видите Новгородцы У них Было Народовласть Есть Некоторые Советские Фильмы Которые Так и Представляют Новгородцев Как Свободных Народовластных Таких Русичей Хотя Все Было Достаточно Иначе Просто В Киеве Правил Князь И его Бояры А в Новгороде Правил Архиепископ И Правили Купцы И Так же Само У купцов И у Архиепископа Были Воинские Всевозможные Отряды Так В чем Разница Единственное Что В Руси В классической Такой Руси Киевской Там Правила Династия Рюриковичей А в Новгороде Правил Местный Архиепископ И Местные Какие-то Рода Купцов Какие-то Из них И могли Происходить От Рюриковичей Но Правили Они Исключительно Как купцы И уже Не особо Даже знали Или не особо Упоминали Что они Рюриковичи Да Если Так То Все равно Достаточно Немного Из них Могли Быть Потом Камирюриковичей Это Уже Отдельная История И Вот Всю Историю Советского Союза Советские Историки Пытались Найти Даже В творчестве Шевченко И В творчестве Российских Всяких Деятелей Какие-либо Предпосылки К Стремлению К коммунизму К Стремлению К Социализму К стремлению К атеизму И так далее И тому подобное Какой-нибудь Какой-нибудь Грузин Иосиф Джугашвили Известный Как Сталин Понимал Что Если он Попытается Навязать Всему Народонаселению Советского Союза Культуру И Некую Идентичность Сформированную По образу Грузин Это будет Весьма Сложно И Весьма Странно Сами Грузины Долгое Столетие Были Порабощены Московией И В общем-то Отчасти Даже Сами Свою Культуру Подрастеряли Так как Они могли Бы стать Культурным Ядром И Неким Поводырем Для всего Советского Союза Никак Украинцы Белорусы Тоже Маловероятно И Особенно Украинцам Если бы дать Тогда Свободу Они бы Послали Советский Союз Подальше И занялись Своими Делами Именно Для того Чтобы Украинцы Это не Сделали Сталин И организовывал Против нас Голодоморы Дальше Кто Чечены Кто Буряты Удмурты Остаются В общем-то Как бы Московиты Которые Как бы Русские Которые Как бы Былое Ядро Российской Империи И Поэтому Они Становятся Новым Ядром По сути Дело Для Империи Сталина Естественно Для него Важно Сохранить Всю Вот Эту Российскую Имперскую Пропаганду О том Что Русь Позднее Как-то Превратилась В Московию Переселилась То ли То ли Еще Как-нибудь То ли Это Некая Такая Более Аллегорическая Преемственность Как с Переходом Шапки Мономаха И Все В таком Духе Так или Иначе Это Уже Детали Ну И Дальше В более Поздние Времена Эта Вся Тенденция Сохранялась И Дальше Уже В нынешние Времена Когда На территории Московии Российской Федерации Нашли Многие Какие-то И Артефакты Более Древних Времен В частности Нашли Аркаим В частности Нашли Много Чего В действительности Интересно И Например Если Прийти В Московский Исторический Музей На Красную Площадь Три То Станет Интересно Что Не то Что не все Не то Что не большая Часть А почти Ничего Из стоящего Того Что там Присутствует Не было Найдено На территории Москвы Или прилегающих Каких-то Регионов Это Это Было Туда Привезено С Территорией Украины С Территорией Кубани С Территорией Даже Хакасии Но Никак Не Территорией Москвы И Все равно Нынешняя Российская История Пользуется Тем же Базовым Подходом Который Был Сформирован Еще во Времена Российской Империи Только Теперь Этот Подход Несколько Скоррегировался Если Во времена Империи Говорилось Что Все Чем Владеет Империя Это Часть Империи Вместе С Историей Этих Стран Которая Является Частью Истории Империи То Сейчас Говорится Что Все Чем Когда Либо Владела Российская Федерация Когда Была Советским Союзом Или Когда Была Империей Или Даже Если Она Владела Этим Какое-то Незначительное Количество Времени То Все Это Все Равно В культурном Смысле Является Частью Истории В общем-то Российской Федерации И Любые Какие-то Артефакты Любые Какие-то Культуры И достижения Тех Стран И Тех Народов Имеют Какое-то Тип Отношение К Российской Культуре К Российской Истории Откопав Страну Городов Которую Назвали Аркаимская Страна Городов По названию Одного Из Городов Россияне Решили Примазаться К этой Теме Хотя Как бы В данном Отношении Какое Вообще Они Имеют Отношение К Этим Городам Они Их Строили Кто Их Строил Московито Их Строили Кто Их Строил Петр Первый Иван Грозный Андрофаги Которые До тех пор Сидели В лесах И кошмарили Путников Идущих По пути Из Варяг В Персы Волжским Торговым Путем Конечно Нет Конечно Эти все Ребята С времен Геродота Никакого Отношения К Такого Рода Цивилизации Не имеют Но Поскольку Эти находки Были Сделаны На территории Нынешней Российской Федерации Российская Федерация Присваивает Себе Соответственно Все это И Аркаим Здесь Является Всего Лишь Одним Из Примеров Россия Не так Себе Присвоили И Каменные Стелы Из Той же Хакасии Каменные Стелы На которых Изображены Трехглазые Боги На которых Изображено Множество Другой Древней Символики И Московиты Это Привезли В свой Музей На Красную Площадь Три И Показывают Как Часть Истории В общем-то Российской Федерации Они Вывезли С территории Былого Боспорского Царства Мраморные Саркофаги И Также Демонстрируют В своих Музеях Как Часть Своей Истории Они Вывезли С территории Украины Множество Скифских Сарматских Кемерийских Трипольских Предметов И теперь Посуды Трипольской Культуры Скифские Кемерийские Предметы В стиле Звериного Стиля Лежат В Московском Историческом Музее Красная Площадь 3 Какого Чёрта Эти Предметы Вывезены С территории Украины Ладно Если бы Вот как Есть В той же Москве Пушкинский Музей Искусства Где Представлены Шумерские Египетские Всякие Штуки И понятно Что это Собрание Разного Интернационального Такого Толка И никак Оно не Претендует На то Что это Является Историей Российской Федерации Вот если бы Туда Поместить И кемерийские И скифские Предметы Это ещё Было бы Хоть как-то Уместно Но Московиты Пытаются Выстроить В общем-то В какую-то Приемственность Между Теми же Скифами Славянами И собой Московиты В общем-то Себя считают Русью И преемниками Руси Поэтому Естественно Что для Московитов Кажется Странным Как это Так А не Русь А тут На территории Руси Возникла Какая-то Украина Когда они Общаются С нашими Блогерами Они говорят Да нет И Киев Был Русью Ну да Киев Был Русью Но вот Только в нашем Понимании Русь Равно Украина А в их Понимании Поскольку Как бы Они присвоили Себе Термин Русь То Они решили Себе Присвоить И историю Руси А присвоивая Историю Руси Они решили Себе Присвоить И территории Руси Поэтому Нынешняя Физическая Происходящая Война Во многом Является Продолжением Того вектора Мировоззрения Который Был заложен В российской Штуковине Еще во времена Петра Первого Этот вектор Называется Аннексия И оккупация Чужого Исторического Наследия Ну и с этим Пора что-то Делать Это пора Разными способами Как минимум Пресекать Ну и так или иначе С этим Разбираться Потому что Если послушать Нынешних Разнообразных Новохроноложцев Сундаковых То нынешние Московиты Претендуют Уже не только На историю Руси Они претендуют И на то Что Древний Египет Это был Своеобразным Глобальным Кладбищем Куда Некие Цари России Московии Золотой Орды Потому что Да Сейчас у них Уже тема Орды Весьма Популярна Они дружат С Китаем Они в общем-то От Европы Развернулись В ту сторону Поэтому Русь Для них Это да В плане Того Чтобы захватить Территорию Украины Но Орда Для них Уже это тоже Не ругательство А в общем-то Часть их Претензий Поэтому Казахстан Держись Как говорится Ну и они Соответственно И отрусков Пытаются Присвоить Себе Хотя Как бы Что тут Говорить Какое По-настоящему Отруски Имеют отношение К московитам Да никакое Единственное Что московит Слышит Слово Русск То есть Русский А русский Все Значит Давай Подданство Московскому Этому Узурпатору Какому-нибудь С какого Черта В древности В средневековье Позднем Средневековье Эпохи Античности Если взять Соответственно Карты Если взять Описание То Сарматия Это территория Украины И Польши От Вислы До Дона Если взять Описание Руси Изображение На картах Где была Русь То там В общем-то Русь Обозначается Или на территории Вокруг Киева Или территории Между Киевом И Львовом Соответственно С Львовом Включительно Никак Никто из Картографов Историков Не отмечает Какую-то Русь Московию Они вообще Не знали Что это И никогда Так это Не воспринимали Для них Русь Это то Что существует В общем-то На территориях Украины А Московия Это нечто Что связано Больше С Золотой Ордой Но Московиты Это все Переиначили Аннексировали Наше название Русь Оккупировав Аннексировав Попытавшись Отнять У нас Это название Они привели К тому Что сейчас Даже у нашего Народа Особенно Ввиду Их Нападения И так дальше Уже часто Слово Русь Ассоциируется Именно с ними А не с нами То есть Они аж до такого Нас довели Ну Потому что Простонародие В действительности В любой стране Плохо знает Свою историю Это факт Ну Наши По крайней мере Плохо Зная Свою историю Получается Отдают Свою историю Другим А московиты Плохо Зная Свою историю Стремятся Загорбать Все чужое Потому что Наш такой Человек Плохо знает Историю Московит Ему скажет Что там Какая-то часть Украины Принадлежала Когда-то Кому-то там Типа Вроде как И то не доказан Но московитам Так хочется И наш человек Может сказать Ну может и было Может и не было Может и было Я не знаю Я не историк Все дела А московит Всегда будет кричать Что И это русские Это Русь И египтяне Все принадлежало Великой России Которая была Там от Вашингтона До Нью-Йорка Их контролировала Вообще Европу И Азию И Америку И всех И вот только Злые рептилоиды С планеты Нибиру Пришли И всех Не взяв Как-то Случайно взяли И Стерли всем память И теперь все народы Забыли Что они подданы Московии Но российские Псевдо-мессия Антихрист Путин Всех, так сказать Хочет Просветить И починить Московии Во имя Чингисхана Ну, если Начитаться Современной Шемшучатины Наслушаться Задорновщины И Новохроноложества То может Сложиться Именно Как раз Такая Какая-то Сумасшедшая Картина Мира И да Московиты Используют Псевдоисторические Науки Именно Как оружие Как оружие Массового Порабощения И массового Уничтожения Продолжение следует...